Сегодня гостем нашей программы будет известный политолог Аббас Галямов. Он присоединяется к нам прямо в эту минуту. Аббас, добрый день. Очень рада видеть вас. Спасибо, что вы сегодня с нами. Здравствуйте, Влаимна. Спасибо. Давайте начнем с новости, которая пришла буквально час назад. В Мосгорсуд поступили материалы уголовного дела Алексея Навального. И стало понятно, что теперь его обвиняют не по одной статье, а по семи. То есть, если до этого он обвинялся по статье о создании экстремистской организации, то теперь к этому обвинению прибавились еще обвинения в призывах к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, реабилитации нацизма и вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий. Я напомню, что Навальный уже отбывает 9-летний срок по обвинению в мошенничестве и неуважении суду. Этот срок ему дали в марте 2022 года. Как думаете, для чего понадобилось еще столько статей? Пытаются сделать 25 лет, как Кара Мурзея, правильно понимаю? Ну, большого смысла в этом, наверное, нет. Я думаю, это результат того, что репрессивная машина в отношении него запущена. Большое количество людей занимается Навальным. Как минимум десятки, если не сотни, в разных ведомствах. И поскольку вот общее такое базовое решение о том, что там слайд надо закатать, принято, ну вот они и закатывают, отрабатывают свои зарплаты, проще говоря. То есть сидят и шьют дела. И, может быть, имеет смысл остановиться? Вернее, с точки зрения постановки политехнологической, конечно, надо остановиться давно. Постановка Навального в повестку не отвечает интересам властей. То есть власти просто в очередной раз напомнят всем, что это репрессивное общество, репрессивная страна, репрессивная власть. Это работает против власти. По-настоящему ведь репрессии одобряют не так много россиян. Это миф, что они все там любят одобрять репрессии. Одобряют репрессии, ну, там, 7-8 процентов, не больше. Даже если помножить на нынешнюю, так сказать, военную истерику, ну, окей, ну, чуть, ну, будет, ну, 15, там, в два раза больше, да. Вот. А большинство даже, я же не говорю про оппозицию или колеблющихся избирателей, даже среди сторонников власти большинство, в принципе, такие вещи не одобряет, не любит, не хочет. И поэтому лучше, в принципе, конечно, этого не делать. Но надо понимать, что власть многое делает по причинам не политтехнологическим, а таким аппаратным. Ну, то есть, каждый выслуживается, проще говоря. Ну, Навальный враг, мы знаем, значит. Вот все, контора пишет, что называется. Вот контора пишет, а ей нет человека, который в состоянии был бы сказать, все, это уже против нас работает, хватит дурака валять. Ну, то есть, это Путин мог бы сказать, но Путину не до этого, да и не хочет. Вот. А все остальные, они выполняют когда-то данное поручение закатывать в асфальт. Вот как это получается. А вы думаете, это не личное поручение Путина, для которого Навальный враг номер один? Ну, когда-то... Это же он наверняка дает указания. Это не то, что вот новое, давайте, типа, тех старых сроков мало, давайте новое. Ну, я не исключаю, что и этот, может быть, и этот тоже есть. То есть, он просто злится, психует, он понимает, что все идет не так, как надо. Дотянуться до Зеленского, руки короткие, но Навальный вот рядом, да. И поэтому... А этим пользуется масса вот всяких лизовлюдов. Словно игра Патрушев, там, преданно заглядывая в глаза, значит, чтобы отвлечь внимание шефа от своего провала, например, в части стабилизации фронта в районе Бахмута, там, Пригожин берет и уходит, как... Хочу, прихожу, хочу, ухожу, там, да. Патрушев не может его остановить, не может ничего с ним делать. Или, например, провал в Белгороде, например. Да, провалов чего не хватает, что ли, Кремль обстреляли, вон, там, этих пропагандистов взрывают чуть ли не каждый месяц там в тылу. Вот. И вот надо что-то шефу такое там преподнести, чтобы отвлечь внимание от всех этих проблем. И вот он угодливо заглядывая в глаза, там, Владимир Ильич, кстати, тут, в общем, наши исследователи накопали, там же еще полный состав преступлений, там еще и это, и это, и зеленый знамя исламов, значит, под подушкой. Вы помните, он, дескать, Коран собирался читать, да, вот экстремизм чистой воды, там, и совращение малолетних по государственным праздникам и так далее. И вот это все, ну, Путин это слушает, да, давай, дави его, вот, ну, то есть психология такая, в принципе, да. Ну, то есть, повторюсь, просто как политтехнолог уверенно говорю, что это властям невыгодно. Ни с точки зрения возвращения Навального в повестку, им надо, чтобы Навальный был забыт напрочь, чтобы он забыли. А из него опять делают, значит, хедлайнеры. Вот, значит, вот, во-первых, с точки зрения контрольного повестка, это контрпродуктивно для власти, во-вторых, ну, не надо подчеркивать свою репрессивность без необходимости. Репрессии должны быть такими, чтобы, ну, по минимуму, чтобы было видно, что, ну, когда вот без этого нельзя обойтись, да, тогда, ну, понятно, там, может, ничего не подпишешь, но не так часто. Ну, то есть, большая часть новостей, исходящей от власти, она не должна быть связана с репрессиями, она должна быть связана с чем-то позитивным, там, заботой об обществе, например, там, каким-то успехом, да. А у них, вот, что не новость, то, значит, какие-то репрессии. То есть, это работает уже против них, это сужает базу властей. Вот сейчас база властей, ну, условно говоря, там, 3 где-то, 30% избирателей, 30-33, с моей точки зрения, это примерно вот люди, которые, ну, лояльнейшие власти. То есть, ну, в принципе, могут проголосовать за Путина, добровольно, без фальсификаций. А вот, а если они так вот сделают репрессивность главной своей характеристикой, если Путин будет представать, вот, перед мысленным взором людей, вот, при слове Путин будет всплывать не то, что это, там, президент народный, что называется, да, любимый когда-то народом, а то, что это кровавый узурпатор и диктатор, значит, который погрузился в страну в репрессии, ну, тогда в этом случае вот эта база с 30-33 сократится до 7-8. То есть, они сами себе в ногу стреляют строго, говоря вот такими действиями. То есть, понятно, Навального надо было посадить тогда, в канун думских выборов, когда он из Германии прилетел, потому что, действительно, не посади его тогда, но он реально с помощью умного голосования сделал бы так, обрушил бы рейтинг Единой России настолько, организовал консолидированные протестные голосования так, что, ну, реально можно было проиграть большинство в Госдуме. То есть, большинство в Госдуме единоросов бы не контролировали бы, прям, ну, сильно меньше большинства получили бы. Вот. И неизвестно, кто бы там в Думе сидел. И такой другой расклад был бы. То есть, все думцы, которые сейчас лояльны, потому что, ну, знают, что все равно большинство единоросов, они уже, ну, по-другому бы на ситуацию смотрели. То есть, это был риск потерять контроль над парламентом. И тогда надо было, конечно, сажать, ну, с точки зрения властей, да. То есть, тогда по-другому нельзя было. Вот. А то, что сейчас происходит, это уже такие опциональные репрессии, их можно и не делать. Ну, он все равно сидит. В ближайшие годы нет оснований предполагать, что он выйдет. И, тем не менее, вот они это продолжают делать. Это аппаратные соображения, это не соображения политические, тем более не политтехнологические. Вы знаете, всякий раз, когда появляются сообщения о том, что того или иного оппозиционера посадили, или, допустим, прокурор запросил какой-то безумный срок, наша либеральная общественность любит повторять в социальных сетях. Все равно столько не просидит, Путин кончится раньше. В этой связи вот хочется вспомнить еще одну новость, которая сегодня пришла. Заместитель главы украинской разведки Вадим Скибицкий сказал довольно такую, ну, эпатажную, что ли, вещь. Он сказал, что украинская разведка стремится убить Путина и Пригожина. Путин это знает, боится этого. И при этом существует еще риск, что Путина могут убить свои. Вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, реально существует ли такая угроза, что Путина могут убить свои, или может, действительно ли может дотянуться до него украинская разведка, и тогда Навальный действительно выйдет, не будет сидеть эти 9 лет, а уж тем более 25, и выйдет гораздо раньше? Ну, скажу так, конечно, поскольку мы с Украиной в режиме войны находимся, то риск того, что украинцы убьют Путина, ну, он отличается от нуля, конечно. Значит, ну, в целом украинские силовики, в том числе и спецслужбы, демонстрируют, в принципе, такую эффективность, в общем-то, да. Они оказались гораздо более эффективны, чем мы предполагали до начала войны. Поэтому полностью, так сказать, скинуть этот вариант сыштов я не могу. Но все-таки этот вариант, он такой, скорее, теоретический. Значит, ну, Путин осторожный, охраняет его хорошо, никаких ограничений в части вот тех ресурсов, которыми распоряжается ФСО, обеспечивая безопасность Путина, нет. Он сам не какой-то там спонтанный, склонный к риску, куда-то поехал, где-то, значит, выступает перед большими аудиториями. Да нет, ну, где-то прячется. Действительно, я не знаю, как говорят про бункер, наверное, все-таки это метафора, вряд ли он все время в бункере сидит. Но где-то на защищенных объектах, значит, случайные люди к нему практически не попадают. Даже когда он, значит, с этими родственниками-матерями убитых в прошлой осени встречался, помните? Вроде казалось бы, да, вот... Севдоматерями, севдоматерями. Ну, да, потом выяснилось, что это и матери, и псевдоматери. То есть каких-то этих теток нашли, значит, из ОНФ, там, из Единой России. Ну, то есть всех, как лояльно, там, проверили, значит, не знаю, обезоружили. Транквилизаторами еще, наверное, накачали перед встречей, на таком случае. И встретился, что называется, да. Ну, то есть в такой ситуации, когда он и сам бережется, и все ресурсы государства брошены на его защиту. Все-таки предположить, что вот через такую многоступенчатую систему обороны ему удастся прорваться, ну, мне трудно в это поверить. Поэтому этот риск, скорее, теоретически свои, да, этот риск возрастает, потому что, ну, строго говоря, то, что он делает, это свинство по отношению к своим в том числе, он их в гагу, всех толкает, в общем-то. И многие из них это понимают. Ну, в целом российский истеблишмент, конечно, это понимает. Вот. Разговоры по вот этой телефонной прослушке, значит, Троценко, этот, Фархат Ахмедов, эти, П. Пригожин, тот, другой, Пригожин. Вот. Это совершенно такие показательные вещи, типичные. Это не исключение из правил. Это правило, вот, такие настроения в элитах. Вот. Это, с одной стороны, и вроде бы риск есть, но, с другой стороны, они все-таки все его слишком боятся. Во-вторых, ну, в общем, я думаю, что нелояльность по отношению к нему выразится все-таки не в том, что они его сразу убить попытаются, а в том, что они, ну, просто в какой-то момент попытаются его уговорить, выдвинуть преемника и уйти просто добровольно. Вот. То есть это такая мягкая форма лояльности будет, что называется. Не сразу будут там табакерки по кумполу. Полностью этот риск исключить нельзя, поскольку, ну, то, что он творит в целом, это просто какие-то зверства уже такие, да, средневековые буквально, в смысле слова. И тут такой включается психологический фактор, который невозможно предсказать. То есть, да, кто-то вот закипает, и кто-то из ближайших его людей, там, ближайших охранников, в принципе, да, блин, те, кто к нему входит, вдруг могут там теоретически это сделать. Поэтому риск не нулевой с учетом вот в целом происходящего в Украине, в стране, там, да. Но, повторюсь, все-таки, ну, мне кажется, что закончить он не так. То есть, скорее всего, все-таки режим рухнет не по причине, что его физически устранят, а по причине вот того, что происходит, ну, по каким причинам происходит революция. Потому что все хотят перемен, все хотят, чтобы все то, что сейчас происходит, прекратилось. И элиты, и народ, так сказать. Да, правитель отказывается считаться с этим желанием. Ну, и в какой-то момент случается либо переворот элитной дворцовой, что называется, либо популярное восстание, такая народная революция, либо, ну, эти типы, они, на самом деле, в теории отличаются, ну, такие взаимосключающие являются. В жизни-то, на самом деле, это что-то промежуточное, получается, там, с преобладанием тех или иных элементов. Но, в целом, есть и то, и то элитные действия, есть и действия каких-то групп на население. То есть, все-таки это будет политическая история. Вот после этого, уже после того, как свергнут, ну, да, могут и, как в случае с Чаушеску, это, например, было поступить. И, причем, не обязательно какие-то революционеры, там, сторонники Навального Чаушеску, как известно, расстреляло его собственное окружение. Его, прямо вот те, кто с руки делал, что называется. Вот, и, кстати, сделав это, они сумели удержать власть, в общем-то. Вот, особенность румынского транзита как раз заключалась в том, что там у власти остались перекрасившиеся коммунисты, ну, реформическое крыло этих коммунистов, да. Но, все-таки, в принципе, те же самые, значит, люди, которые вместе с Чаушеску находились у власти, в какой-то момент были там от нее устранены, и им самим в рамках там внутренних аппаратных каких-то разборов или ЕСКУ, да. Но, в целом, это были люди, что называется, свои, социально близкие. Вот, кто расстрелял в Чаушеску. И поэтому такая история, вот после того, как он будет свергнут, риск есть. Вот, в общем, как-то так. Извините, что так долго отвечаю на ваш вопрос, но... Да нет, все нормально. То есть я правильно понимаю, что Скибецкий в данном случае больше запускает ИПСО? То есть это такая психологическая просто атака, за которой... Да, 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 конечно. Он понимает, что Путин нервничает, боится, вот, и дает ему легитимный повод, да, нервничает, боится еще больше. В принципе, ну, одержать победу вот в таком психологическом смысле – это половина успеха. Я помню наш с вами сентябрьский разговор после того, как украинская армия одержала триумфальную победу на Харьковском направлении, очень быструю, яркую, оперативную. И тогда вы сказали, что отношение элит к Путину, конечно, эта победа сильно подточила. Вы прямо использовали такую фразу «Акелов промахнулся». То, что происходило 22 мая. Я напомню, что российские диверстанты, которые воюют на стороне ВСУ, вторглись на территорию Брянской области России. На протяжении нескольких часов удерживали там три приграничных населенных пункта, продвинулись вглубь России на порядка шесть километров и все время записывали ролики, которые все с огромным интересом наблюдали, естественно. В том числе, например, был ролик... Вот мы видим, кстати, один из таких роликов из села Глотово, если я не ошибаюсь. И я, например, помню еще ролик, записанный на КПП Грайворон Брянской области. Вот эта вылазка, вот эта атака как-то еще больше пошатнула положение Акелы? Как думаете? Да, конечно, его положение слабеет, и вот эта история, она такая, она серьезная. Вот первый вылазка русско-добровольческого корпуса в Брянске, который в начале марта в Брянске там имел место, она такая была смазанная, она получилась, она вызвала такую эмоцию в серии там, ого, а что это было? Как бы вот, ну все поняли, что что-то было, а чего конкретно Глотово не понял. А сейчас это уже вызвало такую реакцию скорее, ого, ничего себе. Ну то есть уже такой элемент уважения по отношению к КиЭм, и неуважения по отношению к этим, так сказать. Да, российские силовики оказались, на удивление, слабы. Знаете, я в этом смысле даже принял для себя решение, что я расширю список тех вариантов, возможных вариантов развития событий, которые я сам для себя составляю. Раньше, когда я говорил о перспективах революции в России, я все-таки имел в виду такую классическую революцию, которую вот Контингтон, например, называют это западной революцией. Она всегда начинается в центре, режим, который подточен собственными ошибками, критикой со стороны оппозиции, в результате становится абсолютно нелегитимным и нефункциональным. Он просто начинает осыпаться, вот прям буквально под грузом собственных ошибок. Его не то, что свергают, нет, мобилизация, настоящая мобилизация масс в политику начинается уже после этого, после того, как режим рушится, условно говоря, между февралем и октябрем 1917 года, а не до момента свержения монархии. И, значит, вот он рушится, потом мобилизация масс, потом строительство новых институтов. Все это происходит в столице, и потом уже новые институты нового режима создаются постепенно, и все это проникает в провинцию, идет в глушь от окраины, от центра к окраину. Вот как в лужу ты бросишь камень, да, и круги по воде расходятся. Вот есть центр четкий, понятный, да, и круги от него вовсе стороны расходятся. Это такой классический сценарий, который вот мы всегда имеем в виду, когда говорим о революции. Я, собственно, когда думал о том, как это в России будет развиваться, я примерно в этом же направлении всегда думал. И второй вариант, тип революции, который Хантингтон называет «восточный», я для себя как бы сначала мне казался каким-то абсолютно оригинальным. Но второй тип на самом деле существует. Он чаще всего имел место в прошлом веке в рамках антиколониальной борьбы стран третьего мира. Вот китайская революция, кубинская революция такая типичная. Тут революционеры, им не удается сразу свалить режим и захватить власть в центре, и сил не хватает. И поэтому они захватывают поначалу власть в какой-то провинции. И параллельно какое-то время, иногда этот период такой достаточно длительный, несколько лет, сосуществует в одной стране в рамках одной страны две системы, которые между собой ведут какие-то разные степени интенсивности боевые действия, ну, типа гражданской войны. И параллельно вот эти структуры нового государства и старого, которые в случае такой централизованной революции, значит, возникают, сначала падают старые, потом возникают новые, а тут они параллельно существуют на разных территориях. И постепенно территория, контролируемая вот этими новыми структурами, через мобилизацию массы, опять же, да, она расширяется. Ну, и в конце концов, вот, условный Мао Цзэдун доходит до Пекина, да, и условный Чаин Каэши бежит или там сдается, или даже свои убивает. Вот. И вот эта история раньше мне, как повторить, казалась немыслимой. А тут, посмотрев, насколько легко, значит, эти ребята зашли, там в течение суток даже полутора хозяйничали, и как ничего им не смогли противостоять российские силовики, ну, я решил, что я не могу полностью исключить того, что на следующий раз вот зайдут их там, допустим, вот зашло сейчас 100 там человек, да, а условно говоря зайдет там их 5000, да, а потом на подмогу через сутки там еще 5000 прибудет. И все, они могут там закрепиться, понимаете. И если это будет территория там нескольких муниципальных районов, а если они сам Белгород захватят, или сделают это где-нибудь в соседнем регионе, в Воронеже там где-нибудь, да, в Брянске в том же, в Курске, вот. И вот, и там начнут выстраивать, так сказать, структуры, и потом начнут постепенно расширять границы своего влияния. Я, конечно, все равно по-прежнему далек от того, чтобы говорить, что вот они так дойдут до Москвы, ну, и будут штурмовать Москву. Ну, нет, это, конечно, вряд ли случится, но на самом деле просто это может быть и не понадобится, потому что сам по себе факт, что они закрепились на какой-то территории и создали, условно говоря, кусок России без Путина, но это само по себе и двигаются, успешно захватывая соседние населенные пункты, значит, это само по себе приведет к такому мощному политическому кризису, что Путин просто его может не пережить. То есть те же самые верные соратники просто его скажут, слушай, ну, сколько можно уже там, давай, ну, либо решаем как-то, либо, ну, допрыгаемся, что нас на фонарях всех повесит, ну, либо давай уходить к чертовой матери тогда, да, и будем как-то разруливать эту ситуацию. Ты тогда на пенсию, а вот Собянин или там сам выбирай Мишустин, пусть он там ведет переговоры, там, садится за стол переговоров, и, значит, ну, как-то будем отруливать. И Путин, он же видно, что он в какие-то моменты, ну, просто как сразу голову вписал, как проблемы прячет, то он окажется не в состоянии этому сопротивляться, и режим кончится, значит, ну, и не понадобится, в общем, вот, по сути, вот этот штурм Кремля, о котором я говорил. Вот. Знаете, я еще за несколько дней до того, как вот эти вот события произошли, те, о которых мы сейчас говорим, да, значит, вот, я написал, что раньше мы, когда говорили о перспективе развала России, о сепаратистских тенденциях, о возможном развитии сепаратизма, мы всегда думали в направлении национальных республик. Мы исходили из опыта, там, вот, второй половины 80-х, 90-х годов, прошлого века опыта развала Советского Союза, и там, безусловно, лидерами были национальные республики. А сейчас, вот я как раз написал, мне кажется, имеет смысл включить в число потенциальных застрельщиков вот эти приграничные регионы, как раз вот те, что я сейчас перечитал, Белгород, Курск, там, да, дело в том, что они, конечно, пострадали от войны гораздо больше, чем вся остальная территория России, чем Москва, в первую очередь. Да, москвичи там нормально ходят в рестораны, у них как будто войны нет, там, значит, тыквенный ласк идет и так далее. А эти ребята, они, ну, почти как в Украине, понятно, не так, как в Украине, там, в Украине никакой нету, вот, но все-таки, в принципе, их бомбят, и они уже год там на нервах, и, значит, вы там в Москве жируете, значит, а я там, у меня, значит, поджилки трясутся, что последний домик, там, на мои скудные сбережения куплены, дачные, там, да, разбомбят, и он сгорит, там, он у соседей сгорел уже, там, да, и, ну, и, в конце концов, и люди там гибнут, тоже не так много, как в Украине, конечно, но, тем не менее, очень больше, чем в Москве. И, в целом, ведь, по отношению к Москве в регионах такие, ну, отношения, отношения такой негативной, зависти, нелюбовь, обида, ну, вот, а тут это еще все легитимизируется, то есть тут формируется ощущение, что, слушайте, вы нас втравили, извините за выражение, вот, в будняк какой-то, начали эту войну за каким-то чертом, значит, выиграть ее не можете, и нас тут кинули на провел судьбы, даже военных не поставите на границе, чтобы нас тут оберегали, значит, вражеские диверсанты заходят, и что хотят творят тут у нас, ладно, вроде там, вот, медных людей там не убивают, а вот если бы они за кучу решили отомстить и решили бы тут устроить такое, так и, пожалуйста, и никаких проблем, ну, наших защитников-то нету, тех, что мы бы там немного, они бы убивали уже, ну, вот, и такая прям обида, то есть сам Путин там где-то в бункере якобы, да, значит, окружился там тройным кольцом охраны, у него все хорошо, а мы отдувайся за все это, ну, вот, и поэтому вот эти настроения, они, в принципе, позволяют предположить, что если этот сценарий будет реализовываться, если русский топороводческий корпус действительно будет в нужной степени оснащен, обучен, там, укомплектован людьми, но в целом сомневаться о возможностях ВСУ, понятно, что я не считаю, что это самостоятельный субъект, они себя позиционируют, конечно, как самостоятельный игрок, я думаю, что, да, там русские люди, я думаю, служат, но, конечно, методологически, организационно, там, технически это все завязано на ВСУ, ну, в целом ВСУ-то, ну, мы же видим, они демонстрируют высокую боевую эффективность, и, значит, и РДК теоретически может стать такой же эффективной структурой, и тогда, если они зайдут на эту территорию, путинских силовиков разгонят там, похоже, что это возможно, судя по тому, что происходило в последние дни, но они там закрепятся, так, ну, и местное население не будет там партизанскую войну устраивать, ну, да, присягнут они этой новой власти, а, в конце концов, а что такого, ну, и те русские, и эти русские, не какие-то же солдаты НАТО пришли там, да, значит, которые млеко-яки требуют, ну, такие же русские, которые говорят, мы против Путина, ну, так а что нам за Путина, значит, гибнуть тут в окопах, что ли, там, автомат брать в лес уходить, чтобы он там в своем Геленджикском дворце, значит, там, откисал, а мы тут за него воевать будем, что ли, сам, в конце концов, виноват люди, вот я логику воспроизвожу этих людей, сам виноват, за каким чертом эту войну начал, особенно если воевать не умеешь, как говорится, Ерема, Ерема, сидел бы ты дома, ну, вот, Путин, строго говоря, коррумпирован, там, о народе не заботится, мы это прекрасно знаем, экономику выстроить не может, уровень жизни падает, значит, неравенство растет, все деньги Москва забирает, ну, то есть тут люди, значит, легитимизируют все это происходящее, они вытяжут длинный-длинный такой список претензий, которые где-то когда-то слышали в адрес Путина от того же Навального, вот. Вот, понимаете, когда Навальный звал людей на баррикады, большинство, поскольку оно на баррикады не хочет, оно делает вид, что оно Навального не слышит, вот. А тут, когда аргументы Навального людей не на баррикады зовут, а наоборот дают им аргументы, почему им не надо идти на баррикады, бороться с РДК, с Русским добровольческим корпусом, понимаете, то есть эти аргументы, на самом деле, гарантируют спокойствие и стабильность, но тогда тут совсем другой коленкор будет, эти аргументы прям ко двору придутся, понимаете, и в ситуации, когда власть сменится, чтобы легитимизировать свою лояльность новой власти, люди все эти аргументы с удовольствием достанут, Навальный станет главный, так сказать, для них авторитет, источник информации, а помните, у него еще дворец там, а помните, у Медведева тосканские виноградники, вот. Все это, вот, значит, люди вытащат и скажут, да не будем мы за Путина воевать. В общем, этот сценарий, я далек от того, чтобы видеть его магистральным, но после того, как вот они, на удивление, легко, так сказать, разобрались там с путинскими силовиками, ну, я уже полностью его исключить, назвать его полностью фантастическим, я его тоже не буду. То есть я решил для себя, что я его буду, так сказать, держать в голове, как такой вариант, ну... Возможный. Который возможен со степенью вероятности отличной от нуля. Я вот, слушая вас, вспомнила, что известный украинский блогер Владимир Золкин, он постоянно троллит, кстати, вот эти вот западные регионы России, называет их Курская Народная Республика, Брянская Народная Республика, ну, по аналогии с тем, как Россия создала ДНР и ЛНР. Я вот подумала, так может быть, когда война закончится, мы же вот все думаем, что в Украине все будет хорошо, туда потекут инвестиции, ее будут восстанавливать всем миром. Это будет в итоге процветающая, благоухающая страна. Вот чего о России, наверное, и не скажешь. Так, возможно, эти регионы еще и в Украину потом запросятся, я подумала. Скажут, ну, ребят, так мы же всегда жили тут бок о бок, соседушки. И тоже говорим... Вот если вы посмотрите тот мой пост, про который я говорю, и который я написал, дня за три до того, как вот говорят, в Белокурске, в Белгороде эти события случились, ну, дня за три-четыре, может, там, пять. То я, в принципе, в этом направлении это и стал думать. То есть я не готов утверждать, что этот проект станет очень популярным, но я предположил, что этот проект родится. Я, правда, про присоединение к Украине не писал, это мне показалось все-таки слишком таким, ну, пока еще маргинальным. Во всяком случае, пока. Я предположил, что они могут попытаться создать условную там федерацию черноземья, вот эти вот регионы. Их там штук 4-5 где-то, да, там там в офис, условно говоря, все призовут. Насколько популярным он окажется, это будет зависеть от того, как будут развиваться события в центре, в самой Москве, кто придет в Кулаевске, насколько эффективно новая власть себя покажет, как она, так сказать, насколько быстро консолидируется, и будет способна какой-то осмысленный политический курс проводить. Что это будет за политический курс? То есть от этого все зависит. Но если все будет там совсем плохо и затянется вот этот кризис, то да, в принципе, этот сценарий, значит, отделяемся и там начинаем жить самостоятельно, он абсолютно возможен. Ну а там, где самостоятельно, там, конечно, теоретически и в Украину могут попроситься сами, не попроситься. Чтобы там это родилось, я в это не верю. Но сами украинцы, если захотят, они легко, так сказать, это забросят. То есть проситься к украинцам после того, что мы там все это наделали, да, ну как, ну прям, ну просто рука не поднимется. Ну как вот ты пришел, изнасиловал, убил, ограбил там, да, получил по зубам, оттуда был изгнан с позором, и такой просишься, возьмите меня к себе. Ну не факт, что, ну, мне кажется, не хватит наглости у людей. А вот если украинцам отмигнут и скажут, «Ребята, давайте к нам, у нас нормально, вы же видите, вот тогда да». Тогда, в принципе, как бы могут с удовольствием. Но тут опять зависит от того, что в Украине будет происходить, насколько сильно то, что там будет происходить, можно будет там выдать за гонение на русский язык, русскую культуру и так далее. Условно говоря, если украинцы присоединили Крым и не сделали крымчан граждан людьми второго сорта, теоретически, ведь это возможно, какая-то обида, я не сомневаюсь, у какой-то части украинцев есть. То есть мы, значит, все эти годы там создавали новую нормальную Украину, с нуля отстраивали. Вы тогда сбежали в сложное время, а мы, значит, вот остались и создавали новую нормальную Украину. Мы воевали. Мы заплатили огромным количеством жертв, разрушений, горя, крови, пота, слез. И такие вы к нам приходите, такие, и нормально, давайте жить с вами. Ну, это такие конвентарщики, строго говоря, получается, да? Сильной была Россия, они в Россию. Украина стала сильной, они раз обратно. Вот. Ну, соответственно, у украинцев, ну, в какой-то части общества, конечно, возникнет такое отношение к крымчанам. И они, и если режим, правящий, если власть, политический класс, так сказать, пойдут на поводу этих настроений и дадут им волю, и действительно крымчане там будут в какой-то степени чувствовать себя такими, ну, такими неполноценными, то есть людьми, гражданами второго сорта, если это будет происходить, и об этом будет известно, об этом, конечно, будет известно, ты шил, ты в мешке не утаишь, то тогда, конечно, ничего того, о чем мы говорим, не случится. Да, ну, то есть белгородцы и воронеж, фон, и говорят, туда посмотрят, скажут, нет, он что нас ждет, нет, не пойдем туда. А если этого не будет, если украинцы смогут вот эту обиду, эту горечь преодолеть, строго говоря, конечно, это было бы лучше. Будущее строится именно так, не на обидах, а на прощениях. И если Крым будет реинтегрирован и без всяких последствий, вот тогда, да, тогда Воронеж, Брянск, Белгород, они на все это посмотрят, скажут, слушайте, а можно быть русскоязычным, и там нормально примут, и нету никаких фашистов, и это все бред, значит, а развиваются они семимильными шагами, ну, то есть это действительно так будет в случае с Украиной. Ну, да, это на фоне того беспредела, который происходит в Москве, значит, в целом по России, вот этот хаос, который погрузится страна, значит, ну, после революции страна очень часто погружается в хаос, иногда надолго, иногда на десятилетия даже, и поэтому вот если вот это у нас вот так, а у них вот так, и они при этом еще не оказывают никакого там давления на русскоязычных, а нормально их принимают, ну, тогда, да, тогда велика вероятность, велика вероятность, что они захотят, ну, вопрос, захотят ли этого украинцы еще. В общем, тут так много ездили, что я вот так пофантазировать, порассуждать, особенно в преддверии выходных, в принципе, можно, да, но к чем-то таком реалистичном, я пока, так сказать, ну, говорить об этом не готова. Путин вообще понимает, что происходит? Вот к нему в страну вторгаются диверсанты из соседнего государства, с которым Россия ведет войну. При этом тысячу раз говорилось о том, что Россия великая и непобедимая, вторая армия мира и так далее, уж про Киев за три дня я не говорю. Он занимается тем, что рассматривает карты, на которых, цитата, нет Украины. Аж привстал от возбуждения, когда, значит, Зорькин ему произнес эту фразу. Вот мы видим это видео, да. Он намеренно не смотрит вот в ту сторону, в сторону Украины, на Запад, что там происходит, и никак это не комментирует? Или он реально потерял уже адекватность? И как бы на полном серьезе занимается вот такими делами, будучи уверенным, что все идет по плану, все нормально? Ну, да, Фарида, мне кажется, что он уже такой вот, он в страуса превратился. Когда он видит проблему, он капризно говорит своим подчиненным. Так решайте, что вы, для чего я вам дал в руки все ресурсы, все полномочия, огромную власть, а вы ко мне бежите с этими проблемами. Ваши проблемы, разбирайтесь, иди к черту. Вот, я думаю, там уже вот такая история. А сам, да, он вот принципиально от всего этого дистанцируется. Как это было? Ну, самая заметная история, это когда в день, когда Пригожин сказал, что он, значит, уходит из Бахмута, идите все к черту, у меня, значит, снарядный голод, помните, это числа 6 или 7 где-то, мая, что Путин собирается в совбез, в совещание с членами совбеза, вот, и обсуждает предстоящий парад победы. Ну, выглядит уже абсолютно как страус, да, такого. Проблему не вижу, значит, голову в песок любимой темы спрятал, и все вроде как бы и рассосалось. Вот, значит, мне кажется, он сейчас искренне начинает себя вот так вести. Почему я и предполагаю, что в случае совсем критического развития событий у него нервы сдадут, и он поддастся давлению окружения и напишет отречение, как когда-то его предшественник Николай Второй. Кстати, Пригожин, которого вы упомянули, как я уже говорила, он тоже упоминался, значит, в интервью с Кибицкого, как второй человек, которого хочет убить украинская разведка, и он на это, кстати, отреагировал, в отличие от Путина. Вот Путин ни на что не реагирует, а Пригожин очень ярко на все реагирует. Он отреагировал, конечно, как стопроцентный тролль. Он написал, что что-то вроде, да, украинская разведка совершенно права. Я вот такой выпуклый, такой персонаж, выдающийся, что, конечно, разведка меня хочет убить. Если бы я была разведкой, я бы на ее месте тоже так делал. Ну вот в своем духе. Тут у всех, конечно, на слуху его недавнее интервью, в котором он фактически признал, что война в Украине была начата напрасно. Что положили огромное количество народу. Это прям цитата, вот я сейчас скажу. Обосрались, отошли. Это вот его цитата. Обосрались под Киевом, обосрались, значит, в Херсонской области, в Харьковской области. Ну и под Бахмутом тоже, откровенно говоря, учитывая, сколько народу было положено для того, чтобы взять этот небольшой городок, в котором проживало до войны меньше 100 тысяч человек. Как вы думаете, что это было? Почему он не боится это все говорить? Почему он начал это все озвучивать? Ну, Пригожин чувствует, что старая система власти рушится. Он в этом смысле таким бурвестником революции выступает. Он фиксирует то, что другие боятся, о чем боятся подумать. А он это публично фиксирует. Он чувствует, что правила игры меняются. Прямо вот сейчас новые правила пишутся. Ну и как человек дерзкий, он не боится, так сказать, начать это делать. Значит, первое. Не боится выступить застрельщиком. И он делает это, потому что ему, ну, он пытается нащупать вот в новой реальности, которая сейчас формируется, такая постпутинская реальность, реальность уходящего Путина. А Путин, ну, физически еще вроде бы существует. Но, в принципе, он уже где-то вот такой портрет на стене там висит. И имеет все меньшее отношение к делу. Он там вот парад победы, значит, карта 17 века. Ну, вот его темы. И вот это в новой такой начинающейся постпутинской реальности, которая только-только формируется. Вот Пригожин пытается нащупать почву под ногами. Он сейчас в очень таком нестабильном положении оказался последние полгода. Он перессорился с большим количеством элит. Он, конечно, ну, его окружение от успехов у него случилось. Прошлой осенью он вообразил себя каким-то таким спасителем Отечества. Значит, почувствовал, что он прям Бога за бороду держит. И без всякой необходимости прям перессорился со всеми буквально, за редким исключением. И никогда ты не можешь сформировать широкую элитную коалицию, ну, тебе нужны тогда, нужна опора вреда, что называется, широких народных масс. На что-то надо опираться, какая-то социальная база. И поэтому он апеллирует к общественному мнению. Отсюда вот этот его безудержный, там, так сказать, такой абсолютно популистский характер, носящий антиэлитный месседж. Да, вот главный пафос, то, что запомнится в первую очередь рядовому обывателю, который послушает это интервью, это то, что вот он против элит, которые, значит, сами не воюют, нас воевают. Там простых людей отправили воевать, сами, значит, со своими детишками, там, в жизни радуются. Деньги воруют на войне, там, да, и прожигают ее. Значит, а народ за них должен гибнуть. Поскольку, ну, строго говоря, это правда, так оно и есть. Люди это чувствуют. И даже не просто чувствуют, а знают, в принципе. И Пригожин, ну, вот так, ну, и вот с этой его точки зрения невозможно не согласиться, а на правдивую значительную степень. И Пригожин, ну, говорит людям вот то, что, с чем они согласны, и, соответственно, ну, люди кивают и говорят, вот, правду сказал мужик, молодец такой. Вот Пригожин занимается в этом смысле популизмом. То есть не то, что, нет никаких сомнений, что в Граву он видал все эти темы, там, если бы ему не надо было апеллировать к общественному мнению, так и наплевал бы он, там, на детей элит, которые прожигают жизнь. Да у него у самого дети такие же. Что он там говорит, Газпромовские, Газпром ругает за то, что он там небоскребы строит, в то время как военные заводы нужно строить, да. То есть требует милитаризации экономики. А его сын, собственно, и сегодня досье об этом там материал сделал, значит, как раз питерская недвижимость, как раз в этих состеплянных небоскребах там торгуешь, бизнес его сына. Ну, вот, поэтому, строго говоря, конечно, это не от души у него идет. Он просто вот пытается нащупать опору в народе, пытается апеллировать к общественному мнению. Ну, то, что называется популизмом. Ну, как-то так. А как думаете, вот эти вот его фразы о том, что война была начата зря, это в народе может найти какой-то отклик? Народ сам склоняется к этому? Да, конечно. Это отвечает настроениям людей. Но тут важно, знаете, понимать, вот те фразы, о которых вы говорите, он их, да, действительно произнес, но в целом он же из них не сделал вывода о том, что вот логичного, казалось бы, вывода, ну, если войну начали мы и войну начали зря, ну, так надо остановиться. А он этого вывода не делает. Он боится этот вывод сделать. Он, видимо, не считает, что люди к нему готовы. Ну, или боится пойти все-таки в лобовое столкновение с Путиным. То есть он там в обход его щиплет, так сказать, по бокам, да. Но в лобовое вроде как бы сохраняет лояльность. То есть вроде как незачем его там ликвидировать. Значит, а то ведь тогда им уже не только украинская разведка заняться, но и чекисты. Поэтому он вот вывода вот такого не делает. Он фиксирует те вещи, о которых вы говорите, из которых там внимательный слушатель или внимательный читатель действительно может извлечь массу таких вещей, свидетельствующих о выговоре эволюционном настрое. Но при этом он говорит, ну, воевать мы готовы. Ну, то есть как бы война неправильная, но мы готовы воевать и дальше. Да? Такая внутренняя очень противоречивая позиция. Почему я считаю, это одна из причин. Много причин, почему я считаю, что Пригожин не светит стать президентом. Многие же говорят, вот он там на выборы пойдет, президентом станет. Вот. Ему не светит это по многим причинам, но в том числе и вот по этой причине. То есть он демонстративно отказывается заниматься стратегией, делать стратегические выводы. А президент, ну, это стратег, если не президент, тогда кто? То есть он как бы демонстративно говорит, да, я считаю, что война зря начата, но мы люди маленькие, нам начальство велело воевать, мы будем воевать. То есть он говорит так, раз уж мы ее начали, надо идти до конца. Вот такая у него мысль. Ну, нет, он ее так не формулирует, кстати. Если бы он ее так сформулировал, там, было бы с ним еще бы ничего было. Но даже так это не звучит. У него это звучит именно так, что, да, там, зря начали, там, сомневаясь, что они готовили на нас вообще нападение, он прямо демонстративно фыркает и говорит, что, значит, ну, не знаю, у меня такой информации типа нету. Ну, то есть видно, что не верят в это. Вот. И потом, через какое-то время, там, да, мы будем воевать. И поскольку это противоречие есть, оно не разрешено, а он не пытается его разрешить, то это вот выглядит так, что он просто отказывается это делать. Ну, то есть не моего ума дело, вроде как. Ну, если не твоего ума дело, какой из тебя президент? То есть Пригожин, я думаю, вполне легко может выиграть думскую избирательную кампанию. По одномандатному праву вряд ли, а вот если он сформирует свою партию и по списку пойдет, то многие за него проголосуют, потому что такой депутат-правдоруб, там, да, который, там, выявляет, вот, значит, ложь чиновников, говорит правду, ну, это такая хорошая штука с точки зрения людей. Вот как за депутат, за него проголосуют. Оно, набор претензий к требованию, которые предъявляют избиратель к президенту, он отличается от того набора, который предъявляется к депутату. Это не вербализуется, но люди это чувствуют, что, ну, там, чуть-чуть другой должен быть президент. Вот. И поэтому, вот, по крайней мере, исходя из его сегодняшнего дискурса, значит, я уверенно говорю, что, вот, как президент, он, ну, люди за него не проголосуют. Как за депутата, да, 5% он точно возьмет, преодоляет. А чье бы он место занял? Жириновского, отсутствующего? Ну, отчасти да. А дальше там, ну, понимаете, когда ты уже стал депутатом, ты нишу, как бы, ну, сам будешь формировать, расширять. Ну, то есть, чем будешь заниматься, вот такую нишу и займешь. Ну, я имею в виду, он же, Жириновский же тоже был такой яркий, эпатажный тип, который там многое что-то говорил наперед. Вот Путин еще это не сказал, а Жириновский уже почву прощупал. Это тоже что-то типа того. Ну, вот, типа такой правдоруб, да. То есть, он, в принципе, мог бы попытаться, во всяком случае. Но, правда, с точки зрения, значит, вот, знаете, чем Пригожин проигрывает Жириновскому, бесконечно ему проигрывает Жириновский, в принципе, при всем том, что он любил поорать, иногда выглядел злым, но, строго говоря, он, вот, как злой не воспринимался. Он чаще все-таки был добродушен, улыбался, шутил там, вот, в истерике такие, скатывался, но не так часто. То есть, позитивные эмоции он транслировал убедительно. А, ну, знаете, вот как раз этой особенностью его было, что он там поорет, и тут же раз улыбается, то есть вот так прям раз, легко переключается из режима в режим. А Пригожин позитивных эмоций вообще не транслирует, он транслирует только злость, ненависть. Он с удовольствием смакует темы смерти, наказания, анальную тему, значит, почему-то он на ней зафиксировался, я уж не знаю, не может без этого. А, значит, вот, ну, то есть те вещи, которые, конечно же, массовому избирателю не нравятся. Ну, то есть, людям нравится позитив, им не нравится злость. Вот, и в этом смысле он проигрывает Жириновскому. То есть, это такой не просто правдоруб, а такой злой правдоруб. Ну, тем не менее, я говорю, вот, в ситуации нынешнего электорального поля, вот, ну, 5% он все равно бы преодолел. Я не говорю больше, но 5% барьер, я думаю, взял бы. Вот, а оно в случае с президентом, ну, нет. Сегодня уволили, кстати, журналисты, который у него брал вот это вот самое скандальное интервью. Долгов, по-моему, его фамилия. Что бы это значило? Это предупреждение самому Пригожину? То есть, есть люди, которые не могут ничего сделать ему самому, дотянуться до него, руки короткие, но вот таким образом дали ему понять, что ты сиди там, так громко не выступай. Ну, я не думаю, что Пригожин циничный человек, ему плевать на этого долгого. Ну, дал интервью и все их забыл. Ну, то есть, если он решит, что ему выгодно вот эту вот тему, так сказать, обыграть своего покровительства, да, в принципе, ему надо становиться центром притяжения для элит. Поэтому он может демонстративно, так сказать, его взять, приблизить к себе, приголубить, там, работу дать, зарплату заплатить. Вот. То есть, он может это сделать, но опять по соображениям вот пиаровским. А если он не решит это делать, то в целом ему плевать. И те, кто увольняли этого деятеля долгового, они, конечно же, не думали, что вот мы таким образом пошлем какой-то сигнал о Пригожину. Да плевал он на ваши сигналы. Вот. Они просто, ну, разозлились. То есть, восстанавливают дисциплину. А что это мог быть? Да, я не знаю, слушайте, это долгов, но не такая уж фамилия такая звучная, долгов. Ну, не велика птица. Я, честно говоря, даже не разбирался. Я просто прочитал пост, который он написал, где он там, товарищ Путин, произошла, значит, ужасная ошибка. Ужасная ошибка. Вот типичная такая история. Товарищ Сталин, произошла ужасная ошибка. Ну, то есть, видно, что человек небольшого ума, не ума палата. Я вообще не знаю, зачем Пригожина его выбрал. Ну, может быть, действительно, никто из более толковых не хочет с ним связаться, боятся уже гнева Земля. Даже эти сами вопросы, я прям смеялся, как это выглядело. Значит, и когда интервью анонсировали, и в самом начале самого интервью, и в анонсе, который был вынесен там в медиа, самые неудобные вопросы там. И, значит, начинается с того, что, значит, неудобные вопросы там. Вот это мне напомнило эту репризу, как, господи, Истегнеев, значит, короля играет. Помните там? Государь, ты не обижайся. Я, вот, знаешь, ты старый там солдат, старый вояка, я скажу тебе всю правду. Вот прямо в глаза тебе, ты уж не обижайся, там, ты великий человек. Вот ты гений. Ну, вот это прямо такая же искренность, вот, правду всему в глаза, там, ты гений. Ну, то есть все, все. Там, когда человек говорит, будут неудобные вопросы, но предполагается, что неудобные вопросы по отношению к Пригожину. А они, а вот просто, на самом деле, снаряды Пригожину подносят. А вот Шойгу какой-то. О, Шойгу, Ого-го, да, Шойгу, Ого-го. А вот администрация президента. Да, администрация президента Ого-го. А дети элиты, там, о, дети элиты. Ну, понимаете, то есть просто берет и подыгрывает. Ну, то есть такой низкий класс с точки зрения журналистики. Вот, ей-богу, разбираться, кто его уволил, где он работал, я вот не счел нужным. Вот тот ответ, который я дал, он, так сказать, универсальный. То есть тот, кто увольнял этого человека, меньше всего думал, что, значит, я там пошлю какой-то сигнал, а Пригожин, повторюсь, Пригожин все эти сигналы в гробу видал. Просто вот он, они люди, ну, они восстанавливают дисциплину в собственных рядах. Значит, ну, то есть каким-то образом эта структура где-то там замыкается на АП. Вот из АП прилетело. Какого черта, значит, человек, который получает у нас зарплату, берет интервью у человека, который называет нас клоунами на старой площади. Или дословно, Пригожин, административный президент, так назвал. Наказать, потому что, ну как, не накажешь. То есть Пригожина хорошо бы наказать, но Пригожина наказать, руки короткие. Вот, поэтому вот наказывать бедолагу Долгова. Как говорится, били Фому за ее именно вину. Я просто почему спросила, потому что версия такая основная ходит о том, что Пригожин там же очень сильно, как всегда, обосрал Шойгу и его семью. Что вот это как раз Шойгу, ну, то есть генеральская клика, Шойгу, Герасимов, вот они заказали, убрали Долгова. Не, ну, конечно, если у них есть возможность дотянуться до Долгова, да, но они медиа строгая не контролируют, медийную поляну и все что-то администрация президента. Поэтому я думаю, что в первую очередь АП. А у АП свои счеты с Пригожиным, им не нужно, значит, помогать Шойгу. Хотя, конечно, не исключаю, что Шойгу бросился к Кириенко, плакался, говорил, смотри, как он меня оскорбляет, как он тебя оскорбляет. А этот Долгов я попросил пробить, значит, а он работает вот этой структурой, которая кормится там с рук, там, вот у кого-то из твоих. А, значит, ну и Кириенко говорит, окей, накажем. Ну вот, да, скорее всего, так и было. Вот это интервью Пригожина и все, что вокруг него происходит, и все, что вообще происходит сейчас в России, говорит ли о том, что уже сейчас идет борьба за власть в России после Путина? То есть при живом Путине, при действующем Путине как президенте, уже сейчас за его спиной развернулась борьба за власть. Элементы этой борьбы, безусловно, есть. Но я, наверное, пока поостерегусь говорить, что эта борьба уже приобрела такой тотальный всеобщий характер, и люди только этой борьбой и занимаются. Нет. Может быть, кто-то, может быть, вот у меня возникли подозрения, что все-таки Пригожин подыгрывает Сечину и Патрушеву, то есть главным ястребом российской политики. И, может быть, они уже всерьез этим озаботились. Я думаю, у них кандидат в преемники – это вот сын Патрушева, Дмитрий Патрушев, нынешний министр сельского хозяйства. И они пытаются создать ситуацию, когда вот в конце концов ситуация бы вырулила. Не обязательно прямо сейчас. Вот я не вижу действий, которые говорили бы о том, что вот прямо сейчас они хотят сместить, так сказать, Путина и поставить Патрушеву. Нет. Они пытаются создать ситуацию, выдавить всех альтернативных игроков окончательно, отжать их с тем, чтобы последние годы Путина, может быть, год, два, три, что сколько хочется, только царствует. Мы его право на власть не оспариваем. Но, значит, чтобы вот когда придет время, чтобы вокруг него не было никого, кроме нас, и чтобы его выбор был продиктован обстоятельствами, альтернатив у него не было, и это будет Дмитрий Патрушев. То есть они пытаются создать такую ситуацию, как мне кажется. И Пригожин, возможно, является частью этой игры. Во всяком случае, бросается в глаза, когда он без всякой на той необходимости наезжает на администрацию президента. Реально ее ослабляет, потому что, конечно, ее власть держится в значительной степени, вот она и в безусловном авторитете. То есть никому в голову не должно приходить, что команда, исходящая из АП, может быть не исполнена. А когда тут выясняется, что АП можно и в посты в гриву, и ничего тебе за это не будет, ну, понятно, что уже все начнут сомневаться. То есть раньше из АП звонили в какое-нибудь министерство, или там в регион, или в госкорпорацию, и говорили, надо сделать то-то. И те там бежали, подпрыгивая, все бросив, все дела, бежали и исполняли это. А теперь уже они такие скажут, слушайте, а вот тут, извините, не получится, потому что вот видите, какие обстоятельства там, да, и куча аргументов придумают, почему это нельзя сделать. Вот, и чиновники профессионально это делают. Вот, если ты позволишь им этим заниматься, так они тебе объяснят бездействие свое на раз-два, а не чемпионы в этом смысле. И все, и исполнительно, все-все вот политическую машину путинскую парализуют. И Пригожин прям вот на вот наш бьет по АП, по ее авторитету, уменьшая ее возможности управлять системой. При этом ФСБ он хвалит. То есть, вот, понимаете, у Путина есть две руки. Одна, у Флунга, политическая, это администрация президента. Вторая, силовая, это вот Патрушев, значит, Совбез, ФСБ, и, ну, и Сечин, как там, один из ключевых игроков, это тоже тема и силовиков, и финансистов этого блока. Вот, конечно, я сейчас чуть-чуть упрощаю, там, на самом деле, они чуть-чуть переплетены, то есть, например, в той же администрации президента кадровое направление курируют силовики исторически, да, значит, они подчиняются, то есть кадрами там не столько войны командуют, сколько тот же Патрушев, вот, ну, там Дмитрий Миронов там сидит, вот, и поэтому ориентированы на силовиков, на чекистов, так сказать. И поэтому там это чуть сложнее, но, ну, вот, для простоты такое, чтобы создать такую модель объяснятию, объясняющую, да, вот, то простим, вот, есть рука гражданская, есть рука силовая. Вот эту гражданскую руку Пригожин пытается, если не отрубить, то там ослабить максимально, а силовую руку не трогает. И вот эта часть того замысла, как я предполагаю, который есть у Патрушева с Сечиным, чтобы в идеале довести до введения военного положения, отменить все эти выборы, с тем, чтобы вот не нужны стали все эти там политтехнологи, которые вокруг Кириенко там группируются, все эти песковские штучки-дрючки там, значит, медийные, вот, чтобы вот прям хардкор там, по-жёсткому, там, 37-й год. И тогда, в принципе, вот мы банкуем, вокруг Путина мы одни, и в какой-то момент, когда он ослабеет окончательно и окончательно сдаст, значит, по причине здоровья или там ещё чего-то, ну, в общем, тогда вот у него не будет варианта, он Патрушев выберет. Я думаю, вот они так действуют в плане борьбы за власть. То есть они не то, что сейчас хотят его свергнуть, хотя я не исключаю, конечно, и того, что они на более решительные действия пойдут. Вот, значит, сейчас ситуация настолько динамично меняется, что то, что вот ещё вчера казалось немыслимым, сегодня становится, значит, абсолютно реалистичным. Нам ведь и война до февраля 22-го года казалась немыслимой. Да, да, да. Аббас, спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня гостем программы «Точка кипения» был политолог Аббас Галямов. До новых встреч.